Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Как и обещали, автоперевозчики вышли на протест на площадь Великого национального собрания в Кишиневе. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменят. Главное требование перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Требования связаны с тем, что подорожал бензин и дизельное топливо, запасные части и услуги по ремонту машин. Как отметили, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло. Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта – ANTA. В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оставаний отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков, а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо. К 12 часам дня перевозчики на площади нажали на клаксоны, требует повышения тарифов и борьбы с коррупцией в госорганах. Протестующие также потребовали ликвидировать схемы на предприятии современные автовокзалы и на северном автовокзале Кишинева, передает IPN-MD. Перевозчики требуют от властей, по крайней мере, вмешаться, чтобы сократить их расходы, если не хотят повысить тарифы. «У нас есть расходы, чтобы удовлетворить аппетит начальников автовокзалов, этой группировки, которая захватила вокзалы. У нас есть расходы, чтобы удовлетворить аппетит страховых компаний, не говоря уже об аппетите НААТ и многих других». Большая часть этих расходов может быть урегулирована. Министерство может, а в некоторых случаях даже обязано вмешиваться и регулировать это, объявил председатель Союза ассоциаций автоперевозчиков Олег Алекса. Перевозчики требуют нулевую ставку НДС, снижение цен на ОСАГО и отказ от давления. Некоторые из них, которые управляют рейсами Кишинев-Бухарест, жалуются, что получили уведомление от НААТ о том, что если не будут обслуживаться на автовокзале в центре столицы, у них будут отозваны лицензии. В публичном комментарии, сделанном после протеста, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что 16 ноября перевозчикам был направлен запрос, в котором министерство запросило информацию по расчетам тарифов. Из 67 перевозчиков 9 направили ответ, и только 7 из них предоставили информацию в соответствии с запросом. На следующей неделе последует новая встреча с несколькими операторами маршруток. «Мы не понимаем логики требовать повышения тарифа, если мы не получаем никакой реакции, когда требуем конкретных данных, на основании которых мы должны принять такое решение», — отметил Андрей Спыну. В ближайшее время министерство представит расчеты по тарифам на пассажирские перевозки, добавил чиновник. Союз Ассоциации автоперевозчиков провел 25 ноября еще одну акцию протеста на площади Великого национального собрания и намерен протестовать до тех пор, пока не будут выполнены требования перевозчиков. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!